В 2000 году были определены цели развития тысячелетия, и на протяжении 15 лет они служили своего рода компасом для агентств по оказанию помощи развитию. Такие возникают вопросы. Будет ли такая же ситуация в отношении целеустойчивого развития? Есть и другой вопрос. Адаптированы ли эти цели к ситуации самых слабых стран? И с чем возникают геополитические проблемы, этические проблемы? Что такое слабые страны? Это такие страны, которые не способны удовлетворить основные потребности своего населения в области здравоохранения, образования и даже в таких сферах, как безопасность и юстиция. Для того, чтобы лучше понять проблему, надо представить себе историю целей по оказанию помощи развитию. Дело в том, что эта помощь возникла в результате Холодной войны. Именно тогда нужно было помешать странам поддаться искушению коммунизма. Именно поэтому им оказывали помощь. Эти цели постоянно менялись на протяжении многих лет и в конце 70-х годов, в 80-е годы, в начале 90-х годов. Основная цель по оказанию помощи развитию заключалась в том, что наносились структурные коррективы. Почему? Потому что в 70-е годы возник очень серьезный макроэкономический финансовый кризис, и в результате опрокинулся платежный баланс большинства развивающихся стран. Именно тогда начали вводить эти структурные коррективы. Из идеологических соображений долги отказывались отменить. В результате возникла просто социальная катастрофа. И, кстати говоря, сегодня это наблюдается в Греции, когда целые области социальных систем обрушились под ударами бюджетного характера. Цели развития тысячелетия, определенные в конце 90-х годов, фокусировали внимание на социальных вопросах, на восстановлении систем здравоохранения, систем образования, которые систематически демонтировались за счет этих самых структурных коррективов. Утверждены эти цели были в 2000 году на Генеральной Ассамблее ООН. Так вот, цели развития тысячелетия – это очень хорошо, и все приветствовали принятие этих целей. Но если посмотреть повнимательнее на эти цели развития тысячелетия, то здесь есть целый ряд моментов, которые были преданы заблению. Во-первых, ничего не говорится о сельском хозяйстве. И это очень странно, когда лечь идет о целях развития тысячелетия, ведь большинство населения планеты живет в сельских регионах и зависит от сельского хозяйства. И поэтому надо думать о том, как повысить производительность сельского хозяйства. Есть также и проблемы трущоб, то есть таких городских районов, которые остались на отшибе общества, где нет ни воды, ни электричества, ни доступа к проезжим дорогам. Не говоря о системе источных вод, которые вскользь упоминаются в одной из мелких рубрик «Цели развития тысячелетия». Наконец, есть вопрос демографии. Известно, что во многих этих странах демография бесконтрольная, и это очень существенно сказывается на экологии, поскольку очень быстрый рост народонаселения приводит к разрушению окружающей среды. Это оставляет также следы и на всем обществе. Лишь 0,2% международной помощи тратилось на решение демографических проблем. Кроме того, есть страны, которые очень долго жили в условиях конфликтов, внутренних конфликтов, и это также надо учитывать. Есть и еще одна проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Дело в том, что когда продумывали цели развития тысячелетия, исходили из того, что это будут какие-то дополнительные ресурсы в дополнение к тем, которые обычно дают доноры. На самом деле оказалось, что это не так, и не было никаких дополнительных ресурсов. Те ресурсы, которые тратились на цели развития тысячелетия, это были те средства, которые обычно тратились просто на оказание помощи развитию. То есть для многих бедных, очень бедных стран было просто недостаточное финансирование в области сельского хозяйства, инфраструктур, и ничего не делалось также в области градостроения и в других областях. Но если вернуться к цельноустойчивому развитию, то надо вспомнить о том, почему принимались эти цели. Их 17, и они достаточно разнородные. Есть микроэкономические цели, есть такие цели, которые вполне можно измерить, есть такие цели, которые мыслятся как всемирные цели. В отличие от целей развития тысячелетия, где речь шла только о развивающихся странах, а вот цели устойчивого развития касаются всех стран. И эти цели отвечают потребностям таких стран, как Китай, США, Франция, Афганистан, Нигер или Мали, по крайней мере в теории. Это очень интересный подход. В основу закладывается природоохранная проблематика. И, конечно, это очень привлекательный подход, особенности с учетом будущего моих внуков. Им не придется жить в условиях экологической атастрофы, которую нам готовит некий господин Трамп в своем безумии. Тем не менее, этот подход был принят богатыми странами. Но есть же и бедные страны, слабые страны. И там совершенно другие цели. И к ним эти цели устойчивого развития в большинстве своем применяются очень большим трудом. Например, 16-е цели устойчивого развития предусматривает создание мирного, процветающего общества. И при этом забывают о проблематике очень бедных стран. Что сегодня самое главное и неотложное для слабых стран? Прежде всего, это занятость. А занятость – это значит развитие сельского хозяйства, поскольку здесь население работает в сельскохозяйственном секторе. Далее, необходимо помнить также и о профессионально-технической подготовке, о которой часто доноры забывают. Совершенно очевидно, что для самых бедных и слабых стран главная забота – это занятость. И никто ничего не делает для решения этой проблемы. Вторая неотложная проблема для этих стран – это демографический аспект, демографический фактор, контроль за рождаемостью. Вот на графике показана эволюция рождаемости в различных странах мира, то есть количество детей на каждую женщину. В странах Магриба раньше было 7-8 детей, сейчас 2-3 ребенка за 40 лет. То есть произошел демографический переход. А в странах к югу от Сахары такого перехода не было. И там по-прежнему демография является серьезной проблемой. И эти страны могут оказаться в демографической ловушке. Вот пример. В Нигерии в момент независимости было 3 миллиона населения. Сегодня 20 миллионов населения. В 1935 году будет, очевидно, 42-43 миллиона. А в 2050 году – 60-90 миллионов. Причем в этой стране лишь 8% земель пригодны для сельского хозяйства. Так что может возникнуть очень серьезная проблема и для планирования семьи, и для контроля за рождаемостью, и для здоровья. Необходимы политические реформы для реализации устойчивого развития. Необходимо снизить напряженность. Для этого необходимо проводить честные выборы, а не подтасованные выборы, как это часто бывает. Надо решать проблемы экономического характера, политического характера. Так, чтобы люди не хватались за оружие при первом удобном случае. Для примера можно привести одну из народностей Мали, народность Фульби, которой пришлось создать фронт национального освобождения для того, чтобы добиться, покончить с дистанционной нацией. Все эти вопросы решаются с чисто технической точки зрения донорами. Они не хотят заниматься политикой. И при решении этих вопросов они оказываются просто обезоруженными. И последний вопрос, последняя важнейшая задача для этих слабых стран – это вопрос безопасности. Не может быть безопасности без развития или развития без безопасности. Но очень часто забывают о безопасности, забывают о обязанности государства. Необходимо пересмотреть в моих случаях Конституции, дать больше прав и возможностей меньшинствам, которые угнетаются. Необходимо найти эффективные инструменты, которые будут служить населению, а не представителям власти, которые ведут себя как хищники. Что значит восстановить государственные функции? Это означает, что в армии должны служить представители всех народностей и национальностей. Необходимо, чтобы армия подчинялась демократической власти. Чтобы правоохранительные органы заботились о правах человека. А органы правосудия должны быть честными и доступными для всех. А главное, без коррупции. Административные структуры должны думать об общественном блаке. Все это можно сделать, но трудно этого добиться без поддержки извне. Кроме того, необходимо восстановить государство. Потому что без государства властью завладеют различные преступные группировки. Посмотрите, что происходит в Владимирской Америке, где кокаин путешествует через всю Западную Африку, а затем попадает в Западную Европу. Это очень серьезные политические вопросы. И очень трудно их решать, в том числе и в политическом плане. ЦУР номер 16 предусматривает постановление мирных обществ. Но если не изменится парадигма, причем радикально, со стороны Агентств по оказанию помощи и развитию, этой цели добиться не удастся. Это особенно наглядно видно на примере слабых стран. А их довольно много. Я думаю, что здесь надо выправить те перекосы, которые возникли в ходе решения целей развития тысячелетия. И последовать советам Ашфара Гани. Вы спросите, а кто это? Это президент Афганистана, который до того, как стать президентом, был профессором экономики. Он теоретически обосновал предпринимательство восстановления слабогосударств. И он сказал, что для решения мировых проблем, самых серьезных, таких как терроризм, нищета, в частности, к югу от Сахары, необходимо укреплять государство, создавать функциональное государство. Это и есть цели устойчивого развития. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.